В нашем городском округе Щелково, как и по всей Московской области, завершилась неделя ГТО. Она проводилась с 12 по 18 октября. Специалисты Щелковского центра тестирования ГТО на этот раз поставили перед собой задачу охватить большое количество старшеклассников. Приехали в универсальный спорткомплекс Панмосковья те, кому выполнять нормативы по-настоящему интересно и нужно. Во-первых, комплекс ГТО, прежде всего, старшим ребятам дает право получить дополнительные баллы при вступлении в институты. Это говорит о том, что если они хорошо выполняют норму ГТО, и при прочих разных условиях с теми детьми, которые не выполняют норму ГТО, получая одинаковые баллы там на учебе, они получают уже право зачисления. То есть они уже преимущество имеют. Лозунг «Здоровом теле. Здоровый дух» постепенно становится ближе и понятнее не только людям в возрасте, но и молодым ребятам. Тем более сейчас, когда вирусные инфекции заставляют всех быть предельно внимательными, придерживаться целого ряда правил и хорошенько следить за своим здоровьем. У нас, сами понимаете, что в этой эпидемии прилипает только к больным, к ослабленным людям. Если человек гуляет регулярно на свежем воздухе, занимается, нагружается, умеренно, еще раз, умеренно нагружается, то он повышает свой имитет, то он меньше возможности у него заболеть. А ГТО – это у нас оздоровление нации, прежде всего. В Щелково школьникам помогают выполнять нормативы ГТО настоящие профессионалы – спортсмены с большой буквы. Я – мастер спорта по самбо-дзюдо. Сергей Сергеевич – кандидат в мастер спорта, чемпион России по футболу. У нас сейчас пришел инструктор по стрельбе, мастер спорта международного класса по стрельбе. У нас также работает мастер спорта по дзюдо. То есть у нас жильцерные кадры, и мы очень хорошо работаем с детьми. К сдаче нормативов школьников допускает врач. Он проверяет медицинские справки, представленные сопровождающими ребят школьными учителями физкультуры. Старшеклассники прыгали в длину, стреляли из лазерных винтовок, выполняли отжимания из положения лежа, наклоны, упражнения на пресс. Был и забег. Для юношей на три километра, для девушек на два. Для меня ГТО – это очередная возможность доказать то, что я могу что-то делать результативно. То, что мой труд не ушел впустую, и то, что я могу доказать в первую очередь себе, что я могу. Что я могу добиваться успехов, что я могу показывать результаты, и я действительно вижу эти результаты. Я лично для себя просто, чтобы у меня был значок, чтобы у меня были результаты, чтобы я видел, вот, приходил домой, увидел бы значок и видел, что я не зря занимался спортом. В неделе ГТО приняли участие более 150 школьников. Каждый пятый из них выполнил норматив физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне» на золото. Андрей Циханович, Игорь Поляков, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.